Музыка У нас очередное заседание, 98 вопросов повестки, 59 основных, 10 по сокращенной, 7 ратификационных. Ну, как мы с вами понимаем, больше 30 вряд ли будет. И хотелось бы о чем вам сказать. Мы, как и обещали, подготовили запрос в Конституционный суд, предварительно мы согласовали уже с фракцией Справедливой России о участии в этом заседании и сборе подписей. На размышлении пока находится ЛДПР, ну, с нашей точки зрения это будет момент истины. Кто же истинно выступал против, а кто просто пиарился. И я хотел бы, вы знаете, что вчера мы завершили рассмотрение четырех бюджетов, трех бюджетов социальных фондов и федерального бюджета на предстоящие трех лет. Ну, и сейчас сегодня будет целый ряд законов рассматриваться как раз и по внесению изменений в налоговый кодекс. И я хотел бы вот сначала Алексею Владимировичу дать слово, а потом Вера Анатольевна расскажет вам, что вас ждет в ближайшее время. В продолжение то, о чем сказал Николай Васильевич, запрос в Конституционный суд в части соответствия Конституции принятого закона об изменении в пенсионное наше законодательство. В настоящее время подготовлен фракцией КПРФ. Естественно, коммунисты все его поддержат, так же, как и представители Справедливой России, ЛДПР на сегодня размышляет. Вчера был принят в первом чтении закон о бюджете фонда, пенсионного фонда на ближайшую трехлетку, и в принципе он подтвердил все наши опасения, которые мы высказывали на этапе принятия пакета пенсионных законов. Речь, в частности, об фактически неизменности трансфертов с федерального бюджета на поддержку пенсионного фонда. На ближайшую трехлетку они ничуть не уменьшатся, несмотря на разговоры правительства, и составят в целом 3,3 триллиона в 2019 году, 3,4 триллиона в 2020 году и 3,3 точно так же в 2020 году. Если брать непосредственно трансферты, связанные с необходимостью софинансирования страховой пенсии, то здесь цифры точно такие же, то есть динамика их такая же. Это 1,1 триллиона в 2019 году, 1,1 триллиона в 2020 году и 0,9 триллиона в 2021 году. Иными словами, благодаря, в кавычках, вот этому закону антинародному, правительство Российской Федерации сэкономило всего 150 миллиардов рублей, в то время как только введение, скажем так, плоской шкалы отчисления пенсионный фонд, по данным того же пенсионного фонда, позволило бы нам сэкономить 400 миллиардов рублей и не надо было бы реализовывать этот абсолютно непопулярный, абсолютно антинародный, нанесший колоссальный ущерб интересам и авторитету государственной власти законопроект, связанный с пенсионной реформой, отголоски которого нам придется защищать еще очень долго. Если мы будем анализировать непосредственно повышение пенсионных, скажем так, выплат, то 1000 рублей обещанной тоже не получилось, пускай это 930-920 рублей, но в любом случае это в среднем даже не 1000 рублей. Если говорить о реальном росте пенсии, то у нас составит 2,3 процента, это за вычетом инфляции реальной, 2,3 процента в 2019 году, 2,3 процента в 2020 году и 1,8 процента в 2021 году. Я напомню, что в 2018 текущем году реальное повышение пенсии будет точно так же составлять 1,8 процента. Если говорить о соотношении пенсии и средней заработной платы, о ратификации конвенции ООН, по которой не менее 40 процентов должна составлять сегодня средняя пенсия от средней заработной платы Российской Федерации, цифр, которые в этой конвенции Российской Федерации не удастся достичь ни в 2021 году, ни в 2024 году. Коэффициент замещения фактически не меняется и будет составлять 33,6-33,7 процента от средней заработной платы. То есть фактически все действия, которые были предприняты правительством, этот пакет непопулярных мер не приведет ни к финансовой какой-либо выгоде для бюджета, это раз, ни к выполнению конвенции Международной организации труда, которую мы ратифицировали, это два. И самое главное, расчеты Пенсионного фонда показывают однозначно, что тенденция к повышению пенсий или пенсионных выплат фактически затухнет в течение пяти лет. Мы имеем 2,3, 2,3, 1,8 и так дальше. К 2023-2024 году эффект от повышения пенсионного возраста будет исчерпан, не достигнув никаких результатов. И в этом смысле та позиция, которую занимала фракция КПРФ, а именно, что повышение пенсии возможно исключительно путем повышения средней заработной платы в Российской Федерации, а не путем манипуляций в самой системе, оказывается верным. Более того, вы сами понимаете, что средняя заработная плата в Российской Федерации это ее рост, это исключительная полномочия и задача для правительства Российской Федерации. И вместо внесения, в данном случае, пенсионной реформы и внесения соответствующего закона о бюджете пенсионного фонда на ближайшую трехлетку, правительство Российской Федерации должно было расписаться в своем бессилии и, в принципе, подать заявление об отставке. Сегодня мы будем рассматривать еще один налоговый закон, который уже и в социальных сетях, да и не только в социальных сетях, вызвал целую бурю эмоций. Это так называемый закон о налоге, который будут платить самозанятые граждане. Называется он налог на профессиональный доход. В чем суть этого закона? Это значит, что граждане, которые не имеют официального места работы и которые ищут сами средства для обеспечения своих семей, средства для того, чтобы выживать, эти граждане будут обложены налогом в размере 4%, если они предоставляют услуги или делают работу для физических лиц, и 6%, если они предоставляют услуги и делают работу для юридических лиц. Вот такой закон. Сколько у нас вообще таких самозанятых? Но вообще по разным оценкам разные цифры называют. Если это официальная статистика, то говорят о том, что это 4 миллиона человек безработных, 5,2% на конец 2017 года, и цифра эта пока не меняется. Если это ФОМС, а они подсчитали количество людей, которые приходят на лечение в поликлинике и не работают, это порядка 17 миллионов человек. Председатель комитета по бюджету назвал цифру немножко другую, он назвал 82 миллиона человек экономически активного населения, из них 52 миллиона человек только работает. То есть он назвал цифру по сути 30 миллионов человек. Вообще становится тогда понятным, вот та программа, понятна та программа, которую обнародовал президент еще в 2012 году о создании 25 миллионов рабочих мест. Потому как президент сам, получается, этой цифрой признал уровень скрытой безработицы в России. Вот этих 25 миллионов технологичных рабочих мест, к сожалению, не случилось. Президент своего обещания не выполнил. Зато теперь мы можем четко понимать, что безработица в нашей стране постепенно растет. Те цифры, которые говорят официальная статистика, они не соответствуют действительности. И мы сейчас только об этом сказали. Значит, что касается безработицы. Вот в 2017 году 13 755 предприятий просто прошли стадию уже банкротства. То есть люди, которые работали на этих предприятиях, они просто выброшены на улицу. Из них 30 предприятий, которые касаются, относятся к естественным монополиям. Есть даже такие предприятия, которые являются градообразующими. Люди выброшены на улицу. И вот 11 тысяч, например, с половиной в том же году предприятий, они уже в стадии наблюдения. Значит, что это будет? Через полгода, это в этом году они станут банкротами. Это еще тысячи людей пойдут на улицы и станут теми же самыми самозанятыми. Теперь, что касается повышения пенсионного возраста. Вот эта вот реформа, она тоже выбросит на рынок труда около 2 миллионов человек. Они тоже впоследствии станут самозанятыми. Вы знаете, мои дорогие, Конституция Российской Федерации говорит, 37 статья, что каждый человек, каждый гражданин имеет право на труд и на оплату труда хотя бы в размере мрот. К сожалению, государство это право не обеспечивает гражданину. Гражданин обязан платить налоги. Но мы считаем, что он обязан платить налоги тогда, когда ему создаются соответствующие условия. То есть, когда обеспечивается государством его право на труд. А так как сегодня он этого права не имеет, почему он должен платить этот налог, когда он содержит свою семью за счет, например, случайных подработок, случайных заработков. Поэтому мы считаем, что залезать в карманы именно таких граждан просто безнравственно. Еще один вопрос, это распределение этих налоговых поступлений. Те, кто платить будут 4%, у них 37,5% от их доходов, от их выплаты пойдет в ФОМС, а остальные в региональные бюджеты. Те, кто будут 6% платить, 25% идет в ФОМС, а 75% в региональные бюджеты. И если с выплатами ФОМС, ну можно как-то эти выплаты объяснить, то как объяснить выплаты в региональный бюджет? Вот это совершенно непонятно. А объяснение здесь, я думаю, простое. Когда в 2012 году указы президента обязали регионы повышать выплаты, заработные платы бюджетникам, бюджетники не получили никаких компенсационных выплат на то, чтобы выполнить эти полномочия. И в результате они пошли за кредитами. Теперь мы имеем 2 триллиона, более 2 триллионов государственного внутреннего долга, и с года в год он переходит и не собирается уменьшаться. Поэтому вот эта мера пополнения региональных бюджетов из карманов тех людей, которые сегодня не обеспечены работой, и которые выживают кто как может, лично мы, лично я и наша фракция считает просто безнравственной. И поэтому естественно, что нужно для того, чтобы вот эти налоговые поступления обеспечить и увеличить региональные бюджеты, нужно сегодня создать условия. А именно эти условия создания рабочих мест, открытие новых предприятий и изменение налогооблагаемой базы между федеральным центром и регионами. И тогда мы можем говорить о том, что мы свою задачу выполнили и не будем лезть в карманы граждан. По 184 закону мы более 160 полномочий передали с федерации на регион, а регион, как это водится, по своим полномочиям передал на муниципалитеты. Из них только треть обеспечены финансовыми мандатами. Поэтому и придумываются, вот я их называю налог-мачехи, когда придумывается налог, и власть вместо того, чтобы организовывать рабочие места, и выполнять указы. Ну вы помните, их было 11, не выполнены 10, теперь будет 1 вместо 11. Но я сомневаюсь, что он будет при таком подходе выполнен. Ну и самое главное, надо понимать, что с моей точки зрения самый точный подсчет безработицы – это плательщики в пенсионные и социальные фонды. По данным пенсионного фонда, сегодня за 25 миллионов трудоспособного населения в принципе никто не платит. Вот это и есть реальная безработица, с которой надо бороться. Но с нашей точки зрения, при таких подходах Минэкономразвития, когда в принципе так и нет мысли о запуске закона о стратегическом планировании, хотя все страны 20-ки на 70 лет имеют горизонт планирования, при таких подходах к кредитно-денежной системе, я вам скажу, что совсем недавно агентство МОДИС опубликовало рейтинг банковских систем стран БРИКС. К сожалению, российской банковской системе присвоен мусорный рейтинг, понимаете, о том, что она занимает последнее место даже среди развивающихся стран. А это о чем говорит? О том, что разговоры об окончании кризиса и начале подъема сильно преувеличены.